Очень много новинок на выставке Акватерн-2023 из мира банных печей. И сегодня мы на большой экспозиции компании ТМФ и смотрим, что же они интересного привезли как из нового ассортимента, так и, естественно, хорошо знакомого нам. И, друзья мои, сегодня беседовать мы будем вновь с Константином Бессоновым и узнаем новые подробности о печи Черная Жемчужина. Константин Евгеньевич, здравствуйте! Здравствуйте, Женя! Не было вас на выставке уже несколько лет, и вы сюда привезли те печи, о которых я уже в принципе даже забыл? Концепция выставки у нас такая впервые. Если мы много лет привозили только новинки, то в этом году мы решили привезти как бы флагманские модели из разных модельных рядов. Получилось где-то 67 из Каю, может быть я ошибаюсь, из наших 460. Ну, почему нет? Нет, пусть люди потрогают, поговорят про них, спросят у первоисточника, они по сплетням, что почем, хоккей с мячом. Так что, ну, надо общаться с людьми напрямую. Константин Евгеньевич, ну, главная жемчужина этого стенда, это черная жемчужина? Очень черная и очень жемчужина, да. Ну, очень хорошо, да, народ это воспринял все. Пока печь планируется выйти в сетки, вообще изначально, когда мы ее проектировали, о чем можно посмотреть на наших роликах в Ютубе, где эта печь, ее прототипы хорошо показаны, она по массогабаритным характеристикам адаптирована под все наши возможные декоры. То есть это от стандартных вот этих вот наших фирменных кожухов до более экзотических сетки Саяны, Баррель, там, Гордарик, и она влазит куда угодно. То есть это зависит от рынка. Я обращаюсь к нашим уважаемым рыночным партнерам, что если у вас есть желание скрестить бульдога с носорогом Ежа-Сужом, и этот новый топочный агрегат вы захотите увидеть в нашем привычном дизайне, то мы это все как бы сделаем, совместим одно с другим. Пока сеточка, но она вроде все нравится, она вполне в тренде, почему нет? Но для своих других печей вы работаете над новыми решениями, и здесь я впервые увидел новинку, которая просто взрывает, мне кажется, мозг. Ну мозг она подрывает, да, потому что, честно говоря, вот когда мы вот эту вот непонятную кракозябру сюда привезли, я думал, что все будут плеваться, сжать плечами и проходить мимо, крутя пальцем вывеска, ничего подобного. Вот эта вот концепция печи не сетки, но вот есть сетки у всех, а у нас не сетка на том ИТМФ, да. Смысл в чем? Что, ну все прекрасно знают, что такое концепция печи сетки. Это топка, снаружи обложенная камнями, и все эти камушки поддерживаются некой сеточкой. Ну как бы мы не украшали эти сетки, это все равно сетка, клетка, решетка, тюрьма, вот, ну ничего хорошего, да. И вот, ну пусть камушки будут на свободе, пусть им будет вольготно, свободно, красиво. Это тоже концепция не новая, она там тысячу вариантов прорисовывалась. Я ее то любил, то уже хотел на нее наплевать, и что за гадость вообще какая-то непонятная. Но как в нее закладывать камни? Будут вываливаться, не будет вываливаться. Ну вот, очень хорошо зашло, люди моментально понимают, что это такое, что камни висят в воздухе, это по сути некий каменный сад такой висячий, откуда название Семирамида. Ну, с Семирамида ассоциируется что у нас, прежде всего? Висячие сады. Хотя, говорят, в районе ничего подобного не было. И второе-то, ну я был в Японии, видел каменные сады, и поэтому вот скрестить Семирамиду с каменным садом, получился висячий каменный сад, вся красота камушков, их текстура, вот вы, пожалуйста, наружу, никаких там вот этого вот, ничего нету, да? Но это же приятно. Ну да. Вот, ну, видите, печи, форма и содержание, они ходят бок о бок. И вы знаете, какое огромные силы, средства люди тратят в отделку парных, да? И печь ведь она тоже должна быть красивой. Вот, ну мы говорили о концепте, который переписывается Туполеву, но у меня, Яковлеву, что некрасивый самолет не летает. Ну, печка пусть будет тоже красивой. Ну давайте еще раз нашим зрителям канала Форнаксфим расскажем, ну, в чем все-таки главное отличие в «Джемчужине» от всего, что представлено на рынке. Ну, вот смотрите, я попробую еще раз образное сравнение с названием привести, да? Вот когда название «Печь жемчужина» это подразумевает, что главное, что-то внутри. Не вот оболочка, которая окружает, а главное – это вот то, что внутри находится. Откуда произошло название «Печь», а именно вот эта шарообразная круглая каменка. Дело в чем, что когда эту печку рисовали, там вообще близко ничего не было на рынке, чтобы кому-то подстраивать, что-то у кого-то там украсть, не было ни у кого воровать, да? Но у нас уже был огромнейший, ну, не знаю, там, 18-20-летний опыт рисования печей с закрытой каменкой. И понимание глубокое. Вот, может, мы в чугуне там подстали немножко, но понимание идеологии печи мы прекрасно знали. И поэтому, если выходить на рынок с банной печью с закрытой внутренней каменкой, то понятно, что самое главное – это внутренняя закрытая каменка, парогенератор. Печи с закрытой каменкой используются для создания паровых режимов русской бани. Саунных печей до чертовой матери, у которых огромные поверхности нагрева для нагрева воздуха. И зачем там закрытая каменка? Но есть же где-то переход количества в качество. Ну, давайте сделаем закрытую каменку размером там с кружку для чая, да? А может быть, вообще ее тогда делать не надо? Ну, и вот некий, по нашему опыту, когда сотни тысяч печей гейзер проданы с закрытой каменкой, мы получили огромное количество, не знаю, сотни тысяч обратных связей, что многим для создания паровых режимов объема закрытой каменки не хватало. У гейзера 22 литра. Поэтому я особо даже не заморачивался, какой минимальный объем. И поэтому первая нарисовалась чугунная каменка, у нее объем 22 литра. Поэтому действительно, когда сейчас многие коллеги, наши товарищи по рынку накинулись с критикой этой печи, да, я посмотрел, что у них за спиной. В тех же массогабаритных характеристиках, мы полагаем, стоимостных, они предлагают закрытой каменке объемом там как желудок у котенка. Это что такое, да? Но если вы продвигаете на рынок закрытую каменку, то сделайте акцент не на шашечках, а на ехать. Каменка это ехать, остальное шашечки, вот, да? И потом весь дорогостоящий ресурс чугуна мы направили на создание этой закрытой каменки. У нее мало того, что объем 22 литра, куда обмечается 33-35 килограммов камней, она сама еще весит 37 килограммов, и того, вот это вот 70 килограммов загрузка, ядро вот это вот раскаленное, да? Да, с этим можно создать паровые режимы. Если мы сделали каменку из нержавейки, она 26 литров, то есть я последовал пожеланиям наших многочисленных сотен тысяч потребителей печей гейзер, но я сделал больше 26 литров, пожалуйста, пользуйтесь, да? Все остальное я считаю несерьезным в самом массовом диапазоне парных, да? Это, мне кажется, настолько очевидно. Я бы даже немножко более еще углубился. Мы настолько сейчас, как бы, мне кажется, вот, ну, пошел тренд на чугунные печи, но когда вы сравните печи, ну, чугун, наверное, в представлении многих это ресурс, самое главное, но некая красота. Есть же еще такие параметры банных печей, о которых многие проектировщики чугунных печей, подозреваю, даже не представляют. Это соотношение поверхностей нагрева на нагрев воздуха и на нагрев каменной закладки. Вот наш печаг гейзер, мы целенаправленно уменьшали поверхность нагрева на воздух и увеличили поверхность нагрева на каменку. И когда я считаю соотношение, допустим, в новых новомодных чугунных печах, то соотношение, которыми они греют воздух парной, и ту площадь, и характер нагрева каменки, который они греют каменной закладкой, ну, я же вижу обыкновенные сауны и печи. Не говорю никаких марок, я вижу то, что вижу с инженерной точки зрения. Просто люди, ну, может быть, до конца этого не понимают, поскольку опыт нужен везде, не только в литии чугуна, но и в понимании идеологии банной печи, на какие режимы она направлена, что такое подхомотермальная баня, что такое надхомотермальная баня, и как создаются эти режимы, какие нужны компоненты тепловой мощности направить на нагрев ограждающих конструкций воздуха, а какие на подготовку, закладку парогенератора. Но это приходит либо с опытом, либо с глубоким пониманием теории. Ну, вот я смотрю, когда на изделия, прекрасные изделия, качественно выполненные, отлитые, здоровские, да, но идеологии, как бы понимание теоретических основ создания микроклимата русской бани, ну, я вижу там некие прорехи, которые, я думаю, скоро заполнятся у проектировщиков этих печей, да. Еще вопрос. Не случайно, думаю, появились в этой печи две каменки, ну, либо чугунная, либо остальная, из нержавеющей стали. Не так давно вы были вовлечены в одну очень увлекательную беседу, в разбирательство относительно того, что мы все-таки получаем в воздухе при испарении с чугуна. Я не то что был вовлечен, я помню, как это было. Мне уважаемый наш патриарх, теоретик и популяризатор русской бани Владимир Николаевич Лявков, который безмерно ценю и уважаю, знакомствую с ним, он вчера здесь был, сфотались, поулыбались, пообнимались, значит. Он мне рассказал одну очень интересную историю, которую я, мне показалось интересной для обсуждения. Я позвонил первоисточнику, не менее уважаемому человеку. Он мне это рассказал, я это положил на ютуб с одной целью, вызвать дискуссию среди профессионалов. Вот неправильно думать, что любая информация, она выбрасывается в паблик только для того, чтобы кого-то поднять в коммерческом смысле, кого-то обхать, да ничего подобного. Это вызвало большую дискуссию среди профессионалов, она ничем не закончилась, насколько я знаю, или закончилась? Нет, она не закончилась. Нет, она не закончилась, она висит в воздухе. Поэтому тема недоисследованная, да, интересная, очевидные фотографии, что вообще нет вечных материалов. Все совсем диффундирует, взаимодействует, разрушается. Более того, я скажу, я недавно прочитал, что даже когда вы наливаете воду в стеклянный стакан, вода растворяет стекло. Очень мало, да? Ну, почитай, я вот за что купил, что называется. Поэтому любые материалы, нет вечных материалов. И если, допустим, по нержавейке, я могу сказать, у меня есть 22-летний опыт эксплуатации печей. Ты же в курсе, да? Вот московские печки 20-летней эксплуатации возвращаются сейчас ко мне, да? По чугуну есть некоторые, скорее, рекламные заявки производителей. Мы недавно тут диспутировали с одним из коллег, да? Можно какие угодно давать гарантии на чугунные печи, на чугунные элементы, понимаете, да? Можно как угодно их оформлять, любые их ливидеры общественного мнения мелкодисперсных подключать для этого, которые все вам расскажут, почему там 50 лет что-то служить будет, да? Я вам скажу совершенно такой факт, с которым поспорить нельзя. Много десятилетий опыта эксплуатации печей из нержавейки есть, но даже трех полных лет эксплуатации чугунных данных печей из чугуна нет. Жизнь покажет, что надежней, что правильней, что безопасней. Поэтому пусть люди выбирают. Я знаю, что в общественных банях там греют этот чугун газовыми горелками до адского состояния совершенно, и потом от него одна труха остается. Ну куда эта труха девается, да? Есть в интернете полно фотографий каких-то прогоревших там печей из чернухи, из нержавейки, из чугуна, там все они какие-то покореженные, там убитые. То ли на самом деле, то ли нарушение руководства по эксплуатации, то ли происк изглобных конкурентов, там и прочая конспирология. Я не знаю, но я знаю одно, что есть тренд на чугун, фактически никто пока ничего не знает, что более надежно, ресурсно, безопасно. Жизнь покажет. Нержавейка работает по 20 лет при условии сохранения этих требований по эксплуатации. Чугун, хрен его знает. Ну нравится людям чугун, сделали чугун. Жизнь покажет. Рыночек решает невидимое. Константин Евгеньевич, я смотрю, некоторые элементы перекочевали с черной жемчужины на другую новинку этого сезона. Это какие? Или наоборот. А кто их? Поди их разбери. Сам у себя ворую, имею право. Но видите, дело в чем, если кроме шуток, вы знаете, что ТМФ первым в России освоил технологии холодной вытяжки металла. Это очень сложная, дорогостоящая технология. И вот каждая такая деталечка, которую видно, это очень дорогостоящие, сложные, прецизионные машины, штампа для холодной вытяжки. Это такая наша коронная технология. Ну, если элемент подходит куда-то, ну почему ее не используют? Мы зашли с экстерьера как-то, да? А что это за печь? Это новая печь. Она называется регалия, но с претензией на дорого-богато. Есть такая категория, безусловно, да? Но если и самые маленькие печки, наверное, должны быть самые большие, банные. То есть здесь, когда мы ее проектировали, мы проектировали ее вообще без каких бы то ни было ценовых ограничений. У нее самая большая топка, у нее самая большая каменка, у нее самая дорогая отделка из металлических по оснащенности. Это штампа, стапеля, сборки. Ну, кто хочет такую сделать, пусть сделают. Я посмотрю с удовольствием, да? Это вот такая воронка. Это вот такой совершенно новый элемент для декорирования каменки толщиной 6 мм. Объемный такой вот тоже деталь, да? Здесь довольно интересная система подачи воды на каменки. Тоже у себя сворованная. Я не только у чужих ворую, но и у себя. В основном у чужих, конечно, как говорят. Здесь это с каменки лейден фрост. При подаче сюда вода опоясывает всю трубу, опускается вниз по щелевой такой круговой щели, разбрызгивается на камни таким вот раскаленным туманом, таким мелкими брызгами, да? Вот и покрывается весь объем каменки. Ну, самое характерное свойство из декоративных этой печи, то, что мы опять украл, черт возьми, да? Опять у себя, правда, на этот раз. Это панорамное стекло гнутое, которое украдено, честно, с печи Визиера нашей, да? Говорят, она на меня в суд скоро подаст, приходится отбиваться. Ну, как бы такая красивая большая печь. Она от 50 кубических метров где-то парные. Мы ее делали так, чтобы она хорошо обслуживалась, потому что... Ну, вот нержавейка, на самом деле, несмотря на то, что такая вся из себя зеркальная гладкая, она очень хорошо обслуживает спецсредствами. Если что-то там заляпалось, вот уборщица или кто там, любитель чистоты ее протер, она снова сверкает. Она исполнена в варианте Супер Инокс, то есть это дважды утолщенная нержавейка. Сразу? Да, да, да. Мы думали, в каких вариантах. Инокс, там что-то кармон. Не-не-не, это сразу в Супер Иноксе. Это самое дорогое, как бы, изделие. Вот. Самая дорогая банная печка, наверное, будет. Была Калина. Да, роскошная печь была. Да, роскошная печь. Жаркая, безумно жаркая, с большой дверцей. То это, ну, новая эпоха, так скажем, начинается. Ну, наверное, да. Новая реинклонация Калины, ну, не стали заимствовать уже имя. Пусть оно останется у той печи. Из-за ассортимента мы ее не вывели, старушку. Кстати, она характерна тем, что про Калину, если вспомнили, насчет кто, у кого, чего, когда. Сейчас, я думаю, нет ни одного производителя банных печей, который не использовал бы в своих конструктивных решениях расширяющийся топливный тоннель. Это очень популярное решение, большой сегмент. Я хочу напомнить, что впервые это решение дизайнерское расширяющий топливный тоннель появился в далеком весной 2005 года на печи именно Калина. Потом пошло Витро и далее все подряд. Про печь поговорили, а теперь давайте все-таки вернемся к отоплению. И именно к Визиере мы сейчас с вами подойдем. Да. Потому что у наших зрителей после выхода ролика, промо-ролика про эту новую печь Визиера 360 есть очень важные вопросы. Визиера 360. Новинка этого отопительного сезона. А может быть не 360. А 720. А может 720 или 380. Кому как угодно. Укрутитесь ее, куда хотите. Вопросы вызывает вот этот самый важный узел. Поделюсь секретом. Мы стоим на выставке уже третий день, да? И когда его накрутится, и мне люди с таким подвохом меня ловят. А дымоход-то скрутится, значит? Я говорю, блин, заловили, поймали, куда деваться, все будем переделывать. Ну нет, конечно. У этой печи есть два поворотных узла. Один поворотный узел находится в опоре. Причем это наша конструкция вращения. Воровать ее не рекомендую никому. Поскольку она запатентованная, она оригинальная, ни у кого не ворованная, что удивительно. И есть верхний поворотный узел, что вот можно посмотреть, дымоход стоит на месте, а печь вращается. Пол стоит на месте и дымоход на месте. А между ними печка крутится, как мы выяснили, на 370 и 420. Сколько хочешь, короче. Сколько сил хватит. Крутится это отлично. Но ведь подвижное соединение, оно наверняка не герметичное. Нет, не герметичное. Но я вам скажу, что вот эта какая-то мания делать печи герметичными, она неправильная с разных аспектов. Во-первых, давно ли появилось понятие герметичности или газоплотности в печах? Относительно недавно. Во-вторых, даже когда производитель или продавец говорит, что печь герметичная, газоплотная, речь идет о том, что уплотнены контуры дверцы, контуры зольника. Но печь не может работать без воздуха, потому что горение – это экзотермическая окислительная реакция. Кислород постоянно подается в печь. Первичный воздух, вторичный, третичный на более продвинутых. То есть всегда у самой разгерметичнейшей печи есть каналы подачи воздуха, по которым печь общается с атмосферой. Либо отапливаемого помещения, либо того воздуха забортного, как, допустим, на печах Фаренгейт, внешний подвод. То есть печи не герметичные. Если у вас откуда-то из печи начинает идти дым, то надо не затыкивать эти реальные или мнимые отверстия. Это же не подводная лодка, не знаю, не космическая станция. Печь постоянно дырявая. И в хорошую печь воздух всегда подсасывается. Почему? Потому что если дымоход у вас исправный, то в печь должно быть штатное разрежение 12 паскалей, на которое сертифицируются все наши печи по европейским стандартам, либо по германским, как мы говорили. Эта печь единственная российская печь, которая имеет сертификат в 6 раз более жесткий, чем общеевропейский сертификат. Так что печь не должна быть герметичной. И вот этот узел, вот такой, он, безусловно, не газоплотный, но если дымоход исправный, то все нормально. То есть, как и любое другое отопительное оборудование, имеющее технологические отверстия для притока воздуха, если через них пошел дым, то это однозначно говорит о том, что что-то не так в дымоходе. Сто процентов, да. Потому что вот иногда подходят люди, спрашивают, а вот печи дымят или не дымят, да? Ну, понимаете, вот может дымить печь, которая сделала, не знаю, первый раз в жизни дилетантом, но поверьте, что серийные изделия, в частности наши, я вам не скажу за всю Одессу, так сказать, да, кто как ведет, но у нас по регламентам огневых испытаний, печь стоит на стенде на огневых испытаниях не менее полугода, иногда до года, и мы проверяем десятки-десятки разных параметров, поэтому тема вот что-то дымит-надымит, но она как бы вообще не актуальная, она не смешная, да? Ну и более того, я хочу напомнить, я уже говорил, извините, повторюсь, что печи ТМФ первыми получили, первыми в России получили стандарты ЕН-13-240, ЕН-15-821, и на сегодня вот это изделие единственное, которое соответствует одному из самых высоких, если не самому высокому в мире экологическому стандарту немецкому, который в 6 раз более жесткий. Там проверяются не только выбросы моноксида углерода, которые вместо 1% составляют 0,06%, и мы туда очень хорошо укладываемся, но и все параметры, связанные с эргономикой, безопасностью, и там, ну, десятки-десятки параметров, где педантичные работники лаборатории европейских все это отмечают плюс-минус, плюс-минус, вот, то есть тут все нормально. Иногда спрашивают, а зачем печь крутить, это что, блажь какая-то там, или чего вообще, для чего, что это, я же холодильник не кручу дома там, да? Очень простой ответ на самом деле, что вот у этой печи своеобразная структура тепловой мощности, ну, мы уже с вами говорили, бывает конвекция, бывает излучение, вот у этой печи очень, среди ее 9 кВт, я думаю, не менее 50%, это направленный поток инфракрасного излучения. Вот эту вот печь, ее крутить, это как прожектор. Представляете, вы прожектор поворачиваете куда-то. Есть некая диаграмма направленности теплового излучения у этой печи, и что, допустим, вот такие печки, ну, я видел, но это же из Европы пришло все, это не наша придумка, да, в отличие от банных каких-то там инноваций. Чем удобно? Во многих домах есть такие неотапливаемые открытые террасы под крышей с каким-то легким остеклением или совсем без остекления, и на них приятненько посидеть. Можно посидеть там, можно посидеть там, на кресле, на диванчике возле журнального столика, куда направил на себя вот этот поток теплового излучения, туда и тепло, туда и отражает все это, да, это направленный костерок такой. Так что это очень сугубо прагматичная функция, ну, для тех, кто может себе позволить. Видно, да, печи двойного назначения? Ой, ты бы знал, сколько у них назначений, но не будем об этом. Перед нами новинка, и я так понимаю, это единственная печь на стенде ТМФ, которая еще не имеет названия. Устали название придумывать, задолбались. Может, кто придумает? Да, друзья, давайте, давайте. К этому ролику мы накидаем название для новой печи, для компании ТМФ, поможем им с брендингом. Ну, а пока мы все-таки узнаем, что это такое. Поможите. Да. Ну, что это такое? Видите, если говорить серьезно, то один из наших очень авторитетных московских дистрибьюторов пожаловался, что вот подобные, декоративные, такого рода буржуечки-печечки, которые занимают довольно большой сегмент, в чугуне, камни, они с рынка, многие бренды ушли, типа, давай сделай, надо быстро, говорит. Ну, как можно быстро делать изделие-то? Я понял, как надо сделать быстро. Я ее слепило из того, что было буквально, да. Я взял рамку от печи Гордарика, взял декор верхний от печи Арабеска, взял ламели от той же печи Гордарика, морду тоже от какой-то печи, ножки взял от печи Мангазея, ну, вот, что-то напоминает, знаете, это итальянское блюдо пицца, что было в холодильнике, все в лепешку закатали, как бы, и получилось нечто, да. Вот, это то же самое, но на удивление получилось симпатично, и это печь, одна из таких звездочек этой выставки, все на нее кидаются, говорят, когда, говорят, почем, пока не знаем, ну, скоро и нормально по цене. Что внутри? Внутри у нее хорошая топка, хорошая, я что говорю, то есть у нее чистое горение, у нее интересная подача, двухконторная подача воздуха, стянутая с визиеры, кстати, да, помните, что визиер он у меня в суд подает, вот, скоро будет процесс громкий, визиера против печи без названия. Там хорошая система подачи воздуха, чистое горение, печь стояла более года, около года на испытаниях, прототип ее, она сейчас в исполнении стальном, подумаем, может быть, отальем из чугуна, но декор получился вполне жизнеспособный, не будем его ничего как бы трогать. У нее, что интересно, одел коломелями со всех сторон, ее можно даже поставить где-то в центре, да. Ну, бывает, диваны ставят как-то уже, не совсем как в хрущевках, стенки, да, так что она вполне впишется хорошо. Ну, такая малоархитектурная форма, которая не навредит интерьеру ни разу, никакому. Ну, уже это не первая печь, которую вы придаете такой вот оживальный, да, какой-то... Ну, видите, я вам скажу по секрету, как художник художнику, да, вот если посмотреть на дизайн автомобилей, и вот эти бедные, несчастные рисовальщики автомобилей, их мечут от прямоугольного к скругленному, от скругленному, как Сибертрак, да, и как назовываю Илона Маска, зубило такое, да, вот и мы также вынуждены, нарисуешь прямую линию, а потом думаешь, то ли ее сделать пуклой, то ли в пуклой, вогнутой, ну, вот, как бы так и мучаемся. Друзья, мы стоим не возле новых печей, а возле тех печей, которые мне и вам уже хорошо известны, и именно стоя возле них, я нашел, пожалуй, главный недостаток всех печей ТМФ. Дело в том, что внешний вид этих печей выполнен на очень высоком уровне, и я думаю, что именно этот фактор играет злую шутку с вашей компанией, Костин Геевич. Ну, это не то, чтобы зная шутка, тут... Ну, давайте шутки. Они нашутились уже, можно и серьезно так поговорить, да? Видите, вот у каждого бренда есть некий сложившийся имидж совершенно. Понятно, что за 22 года присутствия на рынке наш бренд наибольшим образом ассоциируется с печами, которые мы выпускаем в массовом сегменте. Это, ну, не знаю, какие сотни-сотни тысяч банных печей, это сотни-сотни тысяч отопительных печей, и поэтому наш бренд прежде всего ассоциируется вот с этим сегментом отопительных приборов. Но поскольку нам интересно, ну, мне, как конструктору, не знаю, дизайнеру делать что-то интересное, хорошее, дорогое, красивое, мы это делаем, да? И вот мы оказались немножко заложниками нашего бренда, потому что люди вот на этой выставке, я именно на этой выставке об этом задумывался, ко мне подходили потенциальные покупатели, ко мне подходили дистрибьюторы, магазины, продвиженцы дорогих западных брендов, которые ушли с рынка по понятным причинам, по некоторым, да? И вот раньше они на нас внимания не обращали никакого, но тут просто совершенно тренд этой выставки. Они ходят, смотрят по этим нашим интерьерным печам и ищут в чем подвох. Ну, тут два повода, две причины поискать подвох. Во-первых, ну, скажем так, дизайн интерьерный, он не очень-то ассоциируется не то чтобы с ТМФ, а вообще с Сибирью, с Новосибирском, там другие ассоциации, скорее всего. Ну, там снег, елки, ученые там какие-то сидят, там оборонка там где-то водится. Ну, а то, что какой-то дизайн, ну, наверное, нет. И человек, который хочет себе купить дизайнерскую оригинальную печь, я думаю, в последнюю очередь задумывается о брендах российских, тем более сибирских, тем более тех, которые делают, работают в масс-маркете. И вот я вам скажу, эта выставка позволила немножко этот лед потрескать, что ли, да, потому что вот эти ребята, которые очень хорошо и много лет знают, что такое западные бренды, их качество, их внешний вид, функционал, сертифицированность, когда они вот с огромным интересом, я впервые за 22 года заметил, облазят наши печи, трогают, смотрят детали, заглядывают внутрь, потом смотрят на ценник и говорят, в чем подвох? Тут вы нолик забыли нарисовать или что где-то не... Ну вот нет, мы очень любим свое дело, мы умеем аккуратно и хорошо делать, мы работаем с формой, работаем с содержанием, сделаем совершенно оригинальные вещи, да. Ну, прикидываться каким-то итальянцем, там, да, какой-то вместо Мэйв писать какой-нибудь там баня, рамбозия, я не знаю, или что-то в этом духе, я не буду, да. Поэтому, если вот есть те люди, которые ценят какие-то оригинальные, интересные, незатасканные интерьерные решения, будь то в чугунной нашей интерьерной печи Мангазея, будь то в этой печи Сафари, теплоаккумулирующей первой, да, будь то вот в этой вот зверушке странной, которая имитирует чешую экзотического зверя Пангалина, посмотрите внимательней, подвоха вы не найдете, вот. Откроете для себя много чего интересного и к Сибири, может быть, по-другому станет относиться. Там живут не только нефтяники и ученые, и те, кто там делает самолеты, но и люди, которые красиво рисуют, делают какие-то очень качественные вот элементы из самых неожиданных материалов, как делают, но можно посмотреть крупненько, да. Обратите внимание, любители лакшери. Друзья, ну мне на самом деле нечего добавить, мы уже все рассказали, мы рассказали, что есть доступные печи, доступные красивые печи, есть интересные интерьерные решения. Заходите на сайт fornax.ru, выбирайте понравившиеся, узнавайте и удивляйтесь этой цене. Ну, а компании TMF мы можем пожелать только успехов в будущем. И дальнейших творческих успехов. Приглашайте в гости. Спасибо, пригласите. Да вы без приглашения можете приходить в любое время. Спасибо. Спасибо же. Друзья, еще одна новинка, которая чуть было не осталась за кадром, это новая дверца на банной печи TMF. Сейчас все печи, которые будут выходить со стапелей компании TMF, будут оснащаться вот такими дверцами с стройным небольшим окошком из жаростойкого стекла. Базовый вариант заменит старую базовую дверцу. И сейчас каждому пользователю банной печи будет доступна функция контроля за горением пламени. Друзья, придя на выставку Акватерм, вновь видишь сибиряков. Очень приятно, что и компания Fornax из Новосибирска, и компания NMK, которая также работает в Новосибирске, представляют новинки на этой выставке. Сергей, приветствую. Евгений, добрый день. Спасибо, что пришли. Спасибо вам за приглашение. Я так подозреваю, что здесь новинка, но новинка лишь отчасти, и что-то хорошо знакомое нашим зрителям скрыто под этой облицовкой. Ну, скажем так, эта модель, она была презентована на предыдущей выставке в прошлом году. Это Дубрава. На данный момент мы запускаем печь Дубрава именно в каменной облицовке. То есть все внутренности у печи сохранились, остаются то же самое завихрение, как и спланировано, но в каменной облицовке. На самом деле внешний вид такой очень необычный. Каменных печей, представленных вот целиком в облицовке из камня, такой полукруговой, на рынке не так уж и много. То здесь для тех, кто хотел бы видеть нечто такое не прямоугольное, не кубическое в бане, более оригинальное и отличающееся. Это, скажем, продолжение, то есть для расширения ассортимента по потребностям, которые были выявлены в течение года продаж, в небольших габаритных размерах, но в каменной облицовке, ну, чтобы проходной по цене. То есть это доступная облицовка, необычный внешний вид и интересная начинка. Кстати, что там, напомним нашим зрителям, что за печь и какие ее основные характеристики? Корпус у нее круглый, то есть это круглый корпус, что придает ей дополнительную жесткость. И пламя у нее горит по, скажем, винтом, то есть по периметру корпуса сделаны дополнительные лопасти, которые придают сгораемой энергии, пламени, завихрения. Перенаправляют, да? Да, и полностью, то есть концентрируют именно на стенках, чтобы на выходе уже были не такие горючие газы. Вы привезли еще одну банную печь, которая также, но уже полностью новинка, да? Это абсолютная новинка этого сезона, презентованная на выставке Акватерн 2023. Акватерн 2023 – это печь «Белуха». Абсолютно правильно. «Белуха», не путать с «Белугой». Если внешне смотреть, на что-то она уже похожа. Ну, скажем так, любая печь она что-то повторяет. Просто взяли хорошее и реализовали в ней. Первое – это более облагороженная сетка с более емкой камерой. Каменка, вернее, не камера, а каменка. Почему начал про камеру? Потому что крутится мысль именно о том, насколько реализована система отбойников в нем. Если заглянем вовнутрь, то по всей плоскости через всю печь идет встроенный, то есть, ну, стандартный уже стационарный отбойник и встраиваемый отбойник, заменяемый. И он доходит практически до задней стенки. То есть, все пламя, которое сгорает, оно удар идет, весь термоудар в заднюю стенку и в боковые. Затем огибает отбойник и уже выходит. Ну, скажем так, не до конца реализованная система до жига газов. Наверное, основное конкурентное преимущество это толщина металла, да? Одно из основных. Ну, да, это 6 мм, отбойник идет 8 мм. На данный момент она представлена в простом варианте, то есть, с панорамным стеклом. В дальнейшем мы планируем выпускать ее также в чугунную, ну, то есть, большая чугунная дверка 545 мм. Да, в таком вот варианте. Ну, это классическая банная печь с открытой каменкой, но с более эффективным дожигом газа. И еще одна особенность, выход дымохода у нее смещен в передней стенке, поэтому те люди, у которых раньше стояли подобные печи, да, других, возможно, производителей, но те печи уже вышли из строя, могут себе просто поставить аналогичную печь для того, чтобы не менять расположение дымохода и вставить ее, и также продолжать наслаждаться хорошим паром. Согласен. Друзья, ну, мы продолжаем нашу экскурсию по стенду компании НМК. Вновь банные печи, но уже в облицовке, и мы не случайно здесь находимся с тыльной стороны. Именно с этой стороны вы видите эти печи, установленные в парном помещении. И сейчас мы узнаем, что же нового в ассортименте появилось у компании НМК, на что нужно акцентировать внимание нашим покупателям. Да, добрый день. А нового у нас облицовка, новая, президент на всей печи абсолютно, комбинированные двумя видами камня. Данный вариант у нас крышка из змеевика, вставки из змеевика, боковые и задние стенки из сталька магнезита. Также в дальнейшем будем рассматривать варианты, комбинированные с пероксинитом. И также с этими тремя камнями. Да, 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 то есть под в линейке уже скоро появится у нас и на сайте, и в прайсах, и будет в полном доступе для партнеров. Та же облицовка президент или облицовка русский пар, она будет просто комбинирована в двух видах камня, и все. В дальнейшем облицовки на трубу уже как бы по собственному желанию заказчика, либо она может быть комбинированная. В комбинированной облицовке она может быть сама из талька магнезита, может быть из змеевика, может быть тоже комбинированной. Так, а вот за вашей спиной сейчас находится что-то очень большое, да? Я думаю, мы сейчас сменим ракурс и расскажем про эту печку подробнее. Итак, перед нами новая печь. Сибирь, ну, уже 50-е. До 50 кубов. Сибирь номинальная мощность 50, отапливает, кубических метров. В облицовке русский пар. Данная облицовка в исполнении талька магнезита толщиной 4 сантиметра. Но в доступе она уже есть в продаже. Из змеевика, пироксинита толщиной 5 сантиметров, или 4, уже как, кому как больше подходит. Ну, самое интересное здесь, конечно же, каменка, да? Конечно, да. Ну, скажем так, чем отличается русский пар принципиально от президента, это увеличенной каменкой. Здесь масса камней загружается почти 150 килограмм. То есть, на самом деле, печь, она легко отопит и 55, и 60 кубов. Мы это еще проверим, мы это еще протестируем до конца ее, поймем. Но пока она, вот номинальная мощность, она указана до 50 кубов. Печь стальная, то есть, ну, как симбиоз, сталь, чугун. Вот так же, как и 25-й у нас были модели. Боковые стены стальные 12 миллиметров, верхняя крышка топки для камней из 12-миллиметрового чугуна. Ну, и каменка стальная из 8-миллиметровой толщины. Но большой печи нужна большая дверца. Да, да-да-да, она и есть. Эта печь укомплектована пока что только дверцей 700 на 700, огромная панорамная дверца, мы обязательно покажем. То есть, она, как и в принципе в коммерцию, подходит очень классно. То есть, и по объему, и по запасу прочности. И по внешнему виду. И по внешнему виду, да. Ну, что ж, друзья, даже такую огромную печь можно заказать на сайте fornax.ru, заходите к нам почаще. Ну, и спасибо вам большое за рассказ про эти печи. Спасибо вам, Евгений. Успехов, всего доброго. Успехов, всего доброго. Спасибо. Всего хорошего. На выставке Акватерн 2023 очень много интересных, крутых и крутящихся новинок. А еще интереснее то, что все они доступны к заказу на сайте fornax.ru. Ну и ждем магазина Fornax в городе Новосибирске. Если у вас остались вопросы по новинкам, задавайте их в комментариях и присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Я с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...